Специалисты, исследующие черный ящик рухнувшего в 2010 году под Смоленском самолета экс-президента Польши Леха Качинского, заявили об обнаружении звуков, похожих на взрыв. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Антоний Мацаревич. «Мы нашли в записи одного из самописцев момент взрыва он был идентифицирован. Сейчас мы занимаемся его анализом и исключением всех возможностей иной интерпретации этой электронной записи». Между тем в России заявления польской стороны сочли странным. Своё мнение на этот счёт высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я не верю, что прошло столько лет, а теперь кто-то что-то вдруг находит. Я, конечно, считаю, что это странно». Чепа заявил, что он имеет авиационное образование и сам участвовал в работе таких комиссий, поэтому понимает, откуда могли появиться такие звуки. «Если это данные с речевого самописца, то момент касания самолёта Земли всегда будет сопровождаться взрывом, и речевой самописец запишет этот взрыв». В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что польские власти спекулируют на гибели Леха Качинского в угоду своим интересам. «Думаю, что это заявление министра обороны Польши следует рассматривать как своего рода довеса к недавнему прибытию в страну бронетанковой бригады США. Судя по всему, Антоний Мацаревич полагает, что российско-польские отношения испорчены ещё недостаточно». По словам сенатора, речь уже далеко не в первый раз идёт о дурнопахнущей политике, которая абсолютно никакого отношения к гибели президента Польши не имеет. Субтитры создавал DimaTorzok